Вирусный гепатит А, дизентерия, сальмонеллез, брюшной ТИФ и это еще не все кишечные инфекции, которые подстерегают нас в общественных местах. Поэтому популяризация и соблюдение правил гигиены – обязательная программа профилактики Министерства здравоохранения. Благодаря проводимой работе эпидемическая ситуация в Брестской области радует стабильностью. Несмотря на то, что за истекший период текущего года заболеваемость острыми кишечными инфекциями в нашей области снизилась на 20,5%, следует помнить, что в прошлом году у нас было зарегистрировано три случая групповой заболеваемости данными заболеваниями. И поэтому нам необходимо быть очень внимательными, особенно в жаркий период года, когда повышенная температура создает дополнительные условия для возникновения данных инфекций. Чаще всего антеровирусная инфекция возникает у детей. Повышенная температура, боли в животе, головная боль, тошнота, рвота – явные симптомы, на которые маме стоит обратить внимание. В таком случае медики рекомендуют не заниматься самолечением, а незамедлительно вызывать врача. Если мама видит, что ребенок заболел, и если ребенок болеет тяжело, то есть она видит, что у него частый жидкий стул, и ребенок много жидкости теряет с жидким стулом, то зачастую мама справиться просто не может, особенно если у ребенка рвота присоединяется, идут потери жидкости. Тогда нужно вмешательство врачей, чтобы иногда даже и спасти ребенка, потому что вирусные кишечные инфекции протекают у детей иногда очень тяжело. Теплое время года – особый период, когда увеличивается риск групповых заболеваний кишечными инфекциями. Возбудители острых вирусов могут попасть в организм человека с грязными продуктами питания, водой через предметы обихода. Соблюдение простых мер профилактики, как правило, помогает избежать нежелательных симптомов. Каждому из нас перед приемом пищи, перед началом приготовления пищи необходимо, конечно же, мыть руки, соблюдать чистоту в наших жилых помещениях и, в частности, на кухне, где мы занимаемся приготовлением пищи. Следующее правило гласит о том, что необходимо отделять сырое от приготовленного, то есть сырые продукты, мясо, птицы, морепродукты, яйца должны храниться отдельно от готовых блюд. И, соответственно, для данных сырых продуктов необходимо использовать отдельные ножи, разделочные доски. И следующее, на что бы хотелось обратить внимание, это то, что пищу, конечно же, при приготовлении необходимо хорошенько прожаривать и проваривать, потому что термическая обработка, она по-своему является основным гарантом безопасности наших приготовленных блюд. Пользоваться, когда вы езжаете на отдых, на природу, только проверенными источниками питьевого водоснабжения. В частности, лучше брать с собой кипяченую или бутилированную воду. Не купаться в неустановленных местах, поскольку, как я говорила уже выше, возбудители очень длительное время могут сохраняться в объектах окружающей среды, в частности, в воде. Особое внимание следует обратить на продукты питания, которые не стоит покупать в местах несанкционированной торговли, а также обращать внимание на сроки годности приобретаемого товара в магазинах. Соблюдение ключевых правил обеспечит хорошее летнее настроение и исключит вероятность стать пациентом инфекционной больницы.